По состоянию на 4 мая 2020 года в Одесской области зарегистрировано 427 случаев коронавирусной болезни, подтвержденные методом ПЦР. Из них 78 человек – жители города, 349 – это жители области. 26 пациентов находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице, в том числе 21 городской житель и 5 жителей области. 4 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации на кислородной поддержке, из них 3 жителя города. 18 пациентов средней тяжести. По возрастному составу до года 1 пациент, от 18 до 55 – 13 пациентов, старше 55 лет – 12 пациентов, на ИВЛ пациентов нет. Летальный случай – 1, выздоровевших 12 человек. Всего на 4.05 в инфекционной больнице находится 131 человек, из них 100 человек с подозрением на COVID-19. Выполнено 1767 быстрых тестов, получено 124 положительных результата. 38 пациентов с COVID из числа жителей города проходят лечение на дому, находятся на самоизоляции. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Госпитализация больных с пневмониями и подозрением на COVID осуществляется в городскую инфекционную больницу, где пациентов с отрицательным ПЦР при поступлении дважды тестируют. При получении второго подряд отрицательного ПЦР пациент может быть переведен в другой стационар города. В городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находится 102 пациента с пневмонией, из них старше 60 лет 4 пациента. Согласно приказу Департамента здравоохранения, все пневмонии поступают в инфекционную больницу. Также забор ПЦР-тестов проводится в инфекционной больнице мобильными бригадами, всеми городскими стационарами взрослых и детских учреждений, а также родильный дом номер 2. Среди заболевших медицинских работников городских лечебных учреждений врач КМП ЦСМД-2, это бытовое заражение, медицинская сестра четвертого центра, тоже бытовое заражение, врач и младшая медицинская сестра КМП номер 10, контакт с больным в отделении, все находятся дома на самоизоляции в удовлетворительном состоянии. Дополнительно по сотрудникам 10-й ГКБ, по состоянию на 30-е, в 10-й больнице обследовано 54 сотрудника, которые были в контакте с больным. Из общего количества обследованных работников выявлено 4 инфицированных, врач-терапевт, младшая медицинская сестра терапевтического отделения, врач-анестезиолог, и, значит, первый ПЦР был отрицательный, врач-интерн, первый результат тоже был отрицательный. Также обследовано 20 контактных больных, из которых обнаружен один положительный результат у больной, которое выписано без проявления вирусной инфекции на самоизоляцию домой. По состоянию на 30-е, 4-е начато обследование 30 работников отделения анестезиологии и 8 контактных больных. Анализы находятся в работе. Ожидаем результатов. Госпитализация больных в хирургическое, терапевтическое отделение и отделение реанимации 10 ГКБ приостановлена до получения результатов ПЦР-обследований у сотрудников и временно будет осуществляться в городскую клиническую больницу номер 1. По больнице номер 1 был контакт пациентки с положительным анализом ПЦР у сотрудниками терапевтического отделения. В больнице проведено эпидрасследование, проведена дезинфекция в очаге, составлен список контактных лиц, всего 31 человек, а именно врачи 4, врачи-интерны 2, младшие медицинские сестры 8, младшие медицинские сестры 8 и сотрудники рентген-кабинета КДЦП 3 и 6 больных. Прекращена госпитализация в терапевтическое отделение, выполнен перевод больных из терапевтического отделения в другие отделения больницы. Также на стационарном лечении в городской инфекционной больнице находится врач Одесской областной детской клинической больницы, он прибыл из-за границы, из Америки. 21.04. зарегистрирован положительный ПЦР-результат у врача военно-медицинского госпиталя, находящегося на самоизоляции дома. Кроме того, положительный тест на COVID-19 зарегистрирован у находящихся в обсервации в санатории Куяльник женщины, прибывшей из Турции. Также в частном пансионате для престарелых по улице Долгой выявлены случаи заражения COVID. Первая заболевшая женщина, 79 лет, вероятный путь заражения, контакт с сыном, который приезжал накануне, проживает в Киеве. Госпитализирована, по настоящее время находится в инфекционной больнице, где была тестирована. По факту контакта проведены ПЦР-исследования у 12 сотрудников и двух подопечных пансионата. Положительные ПЦР получены у медицинской сестры и двух сиделок, которые на постоянной основе проживают в пансионате. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Также у подопечного мужчины, 83 года, который 25.04 госпитализирован в инфекционную больницу в состоянии средней тажести. 25.04 городской мобильной бригадой проведен забор материала на ПЦР и обследование у 10 подопечных пансионата. Все сотрудники и подопечные пансионата заключили декларации и взяты под наблюдение семейных врачей третьего центра. Повторное тестирование будет проведено согласно алгоритмам лечения. По состоянию на 4.05 из областного лабораторного центра по информации Центра экстренной медицинской помощи поступила информация по 859 контактным лицам, которые переданы в Центры первичной медико-санитарной помощи под наблюдение семейных врачей. За неделю у 49 пациентов закончился период карантина и они сняты с изоляции. Всего с начала карантина сняты с изоляции 503 пациента по учреждениям второй линии. Продолжается обеспечение оборудованием городских учреждений здравоохранения как за счет городского бюджета, так и за средства меценатов. Городскую инфекционную больницу, городскую клиническую больницу номер один были поставлены 27 апреля и вручены мэром нашего города Трухановым Геннадием Леонидовичем от Одесской областной организации Красного Креста боксы изоляторы для перевозки инфицированных COVID-19. За средства меценатов 29-го 4-го было поставлено следующее оборудование, оно представлено на слайде. Пациенты с коронавирусной инфекцией требуют кислородотерапии на ранних этапах стационарного лечения. И проведение кислородотерапии обосновано протоколом лечения. Соответствие количества ИВЛ и мониторов пациента в учреждениях здравоохранения по работе с пациентами на COVID-19 представлено на слайде. 29-го 4-го была проведена предоплата ГКБ номер 1 на поставку 44 кислородных концентраторов New Life интенсивности 10 производства США на сумму 5 миллионов 962 тысячи гривен. Согласно перечню товаров, работы и услуг для борьбы с COVID-19 производится закупка расходных материалов, десредств, лекарственных средств. В частности, за прощедшую неделю было получено 600 упаковок Томифлю, ожидается Актемра. Получены экзодропы Браун в количестве 7 тысяч штук от Красного Креста. Проходит регулярное пополнение средств индивидуальной защиты. Оплата труда по категориям медицинских работников, которые непосредственно задействованы в работе с пациентами на COVID-19. Значит, в марте месяце оплата труда медицинских работников, начнем с врачей, 8 808 гривен. Областной бюджет, значит, они выделили на сессии областного совета, вот 8 800, то есть они ставку выделили. Государственный бюджет 300%, это получилось 13 208. Итого, ну это, значит, 35 072, но отсюда читается, 20% вычитается, поскольку это, ну, налоги. Это грязная, как бы, зарплата, без налогов. За апрель месяц, значит, то же самое, только, значит, государственный бюджет еще не выделил деньги, потому что они сказали, что финансирование будет проходить по коронавирусному пакету. То есть будет финансироваться через Национальную службу здоровья по коронавирусному пакету. В настоящий момент эти средства не поступили. Именно последняя вот страничка, где написано 300%. Медиков продолжают кормить. Выражаем благодарность меценатов, которые продолжают осуществлять питание медицинских работников. Инфекционная больница, Смальфуд и фабрика Смаку, роддом номер 2, фабрика Смаку, горбольница номер 1, Харчеванья Плюс, детская больница номер 3, Харчеванья Плюс и ФОП Бадюл. Центр неотложной помощи, ресторан Юг, детская больница номер 2, ресторан Рыба, горбольница номер 5, Компот. Всем сотрудникам учреждения здравоохранения выданы пропуска на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Кроме того, пропуска выделены сотрудникам Одесского областного медицинского клинического центра и Украинскому научно-исследовательскому противочумному институту. Департаментом продолжаются работы по формированию кадрового резерва средних и младших медицинских работников для работы в опорных стационарных. Совместно с кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии медуниверситета проведено 4 цикла занятий для врачей кадрового резерва. Практикум по респираторной поддержке для специалистов анестезиологического профиля в условиях COVID-19. Обучение продолжается. При этом следует отметить, что многие врачи учреждений здравоохранения города Одессы выразили желание пройти такое же обучение. На основании заявок формируется группа для прохождения обучения. Значит, продолжается работа по донорству, по пополнению запасов крови на базе отделения переливания крови городской 11-й больницы. За прошедшую неделю кровь сдали еще 28 бойцов национальной гвардии. Общее количество доноров за две недели составило 60 человек. Ну и призываем всех желающих стать донорами крови. Взаимодействие со силовыми структурами во исполнении распоряжения городского головы от 13.03.2020 года номер 222 о мерах по снижению риска инфицирования и предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом-19 в городе Одессе. Учреждения здравоохранения были организованы совместные заседания с представителями районных отделов ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области. Были составлены протоколы. Налажено взаимодействие между учреждениями здравоохранения города и районными отделами для возможного оперативного реагирования на случай особой необходимости. На обращение начальника военно-медицинской службы Управления службы безопасности Украины в Одесской области об организации взаимодействия департаментом здравоохранения были предоставлены следующие документы. Городской план мероприятий по предотвращению заноса и распространения острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом. План перепрофилирования учреждений здравоохранения, маршрут пациента. План госпитализации пациентов и приведения в готовность всего коечного фонда города и области для оказания медицинской помощи больным COVID-19. Информация об организации работы мобильных бригад по проведению заборов образцов биологических материалов от пациентов с подозрением на COVID-19. Департаментом здравоохранения совместно с представителями главного управления КМЧС Украины в Одесской области были развернуты временные пункты приема сортировки больных с коронавирусной инфекцией на базе палаток в инфекционной больнице и в родильном доме номер 2. В сложный для Украины и всего мира период передовой борьбы с коронавирусной болезнью находятся медики. Они рискуют своим здоровьем ради безопасности украинцев, спасая пациентов 24 на 7. Одесским городским центром здоровья были разработаны и подготовлены агитационные материалы по поддержке медицинских работников для размещения на сети лайта города, а также в общественных местах и транспорте. Красная лента с узелком является символом единения и солидарности с украинскими врачами. Приобщаться к акции можно, разместив красную ленту с узелком на страницах изданий, в эфире телеканалов, в профилях в социальных сетях и завязав на запасти. Не стесняйтесь благодарить медиков за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной болезнью. Спасибо за внимание.